Здравствуйте, дорогие друзья! На библейский портал Экзегет пришел следующий вопрос. Сын вырос и спрашивает, «Зачем меня крестили? Я об этом не просил. Как быть?» Вопрос возникает у наших детей, когда оказывается, что крещение — это не только то, что тебе дают, но и то, что накладывает на тебя некоторые обязательства. Предполагается некоторая жизнь по заповедям Христовым, посещение богослужений, причащение. Что подросткам не очень-то нравится. Говорит, «Зачем меня крестили? Я не просил». Что же ответить? Сначала скажу для взрослых. Что есть крещение? Крещение — это приобщение человека к искупительным плодам и жертве Христовой. Это лекарство от вечной смерти. Это прививка бессмертия. И вот скажите ребёнку, что, знаете, когда он болел, ты не ожидала, когда он вырастет, поступит в медицинский университет, академию, изучит всё про болезни и скажет, «Ну ладно, согласен, лечи меня». То же самое касается и еды, одежды. Я не ждала, пока ты подрастёшь, научишься говорить и скажешь, «Знаешь, мама, так и да. Корми меня, пои, одевай, меняй пелёнки, учи меня ходить, говорить. Ты ничего меня не просил. Ничего из того хорошего, что я тебе делала. И скажите, что я христианка, я верю, что Господь, Иисус Христос, наш Бог, вторая поставить в Престой Троице, верю в Отца, Сына и Духа Святого. И знаю, что наше спасение по многому зависит от крещения. «Кто крестится, верует, и крестится, тот спасен будет». Я причащал от тебя в детстве, до последнего времени, пока ты сам не отказывался, зная, что кто причащается телу крови Господней, тот имеет в себе жизнь, тот имеет силы жить. И того Господь воскресит в последний день. Не в смерть вечную, а в жизнь вечную. Я, как любящая мать, давала тебе всё необходимое для благополучной земной жизни и вечной жизни. Мы вечны с вами, хотим мы того или не хотим. Телесно смертны мы с вами, хотим мы того или не хотим. Но когда мы переступим порог вечности, неизвестно. Может быть, в младенчестве, может, в отрочестве, может быть, в зрелом возрасте, может, в глубокой старости, неизвестно. Но смертны мы внезапно. Поэтому ждать, дорогой мой сынок, когда ты подрастёшь и выберешь сам веру, крестишься или не крестишься, небезопасно. Ты можешь завтра умрёшь, а может быть, в течение этих 12 лет мог неоднократно умереть. Можете припомнить ему те истории с срочным вызовом скорой, неотложек, которые спасали вашего ребёнка. Я думаю, в каждой семье есть это. Эта история не одна. И поэтому, если бы ты умер, я хотела бы, чтобы ты был в Царстве Божьем. Чтобы ты был не просто где-то в уголочку, хоть в краешку, но в раюшку, по милосердию Божьему к тебе, некрещённому, в самом лучшем месте, близко ко Христу, крещённому молодому человеку. Поэтому для нас, христиан, можете сказать, духовная жизнь важнее земной. И уж наверняка она рано или поздно войдёт в твою жизнь. Рано или поздно ты сменишь модус своего существования из временного в вечный, из материального в духовный, из видимого в невидимый. И я сделаю всё необходимое для того, чтобы подготовить тебе благополучное место твоего вечного благобытия. Вот как-то так приблизительно можете сказать. Может быть, надо будет почитать знаменитую книгу князя Евгения Трубецкого «Смысла жизни». Для того, чтобы приобрести некоторые аргументы, на другой вопрос, который может задать. А зачем вообще жить? А в чём смысл? А не надо было меня вообще рожать? Потому что я тебя не просил меня рожать? И так далее. То есть он может, получив, допустим, поражение в одном догматическом вопросе, начинать вас бить с другой стороны. Поэтому будьте во всём оружием. 12 лет пора говорить с ребёнком о смысле жизни. Чтобы она не сводилась для него только лишь к тому, что популяризируется в клипах наших отечественных и зарубежных рэперов. А ценности там, я вам скажу, неказистые. Но когда с каждого угла тебе говорится, что это и есть земные ценности, а других и быть не может, то в 12 лет этому веришь. Благословен это те дети, которые выросли, даже не говорю в христианской семье, хотя бы в культурной. Уже есть какое-то представление и вкус, и доверие не к популярным рэперам, 20-25-летним, их мнению, а мнению серьёзных людей. Это непростой, друзья мои, процесс воспитания. Но когда вы покупаете кошечку или собачку, особенно какую-то благородную, вы там вот такие книжки прочитываете, как там этого ориентала кормить, какие там таблетки давать, а как там этого, там спаниеля или ещё какого-нибудь бенгальского кота, как вазон в конце концов посадить, так, чтобы он не помер. Там вот с этим и рядом ставим горшочки, в этом не ставим. Читаем, сотни часов тратим. Кинологам деньги платим, чтобы воспитывали собак наших. А тут человек, да ведь он сам вырастет, глядя на нас, сам по себе. Нет. Человек — это существо, которое должно быть воспитано примером, словом, кнутом и пряником. Так что сами читайте и детей своих учите. Можно дать сумму информации детям о мироздании, о физике, геологии, космосе, но не научить быть человеком. Сумма знаний ребёнка человеком не делает. Говорить о смыслах, говорить о Боге, говорить о религии, сами этим живите. И потом не будете приходить ко мне на исповедь со слезами, что ей 50-60 лет. Вот, не смогла детей верующими воспитать. И там 5 браков, 20 абортов и так далее. Главное, что вы должны дать детям, помимо образования, это стройное, религиозное, православное мировоззрение. Бог в помощь. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова